Глубоко уважаемый Леонид Ярославович, глубоко уважаемые коллеги, спасибо за приглашение выступить на вашей конференции. Хочу сказать сразу о том, что я не являюсь педиатром, я являюсь неврологом, который занимается цереброваскулярной патологией. Но с учетом того, что у таких пациентов, более трети пациентов, имеют транзиторные ишемические атаки, имеют инсульты, что в принципе является одной из причин их смертности, счет возможно выступить перед вами вот за данным сообщением. Итак, болезнь Фабри. Что же это такое? Это лизосомная болезнь накопления, которая была описана впервые независимо друг от друга в конце 19 века Виллевом Андерсеном и Йоханнесом Фабри. Причиной является генная мутация в экскромосоме, которая вызывает недостаточность альфа-галактозидазы и накопления субстрата нейтральных гликосфинголипидов. Главным образом это касается глоботриозилцерамидов. Для мужчин у нас характерна классическая форма болезни, однако у женщин она может протекать и не менее тяжело. Частота встречаемости среди мужчин достигает от 1 до 40 до 117 тысяч, среди женщин 1 к 20 тысячам. Хочу сказать о том, что в Украине на сегодня у нас зафиксировано только 15 таких пациентов. Хотя по подсчетам специалистов компании Сенофит Джензайм, которые достаточно плотно этой проблемой занимаются, у нас должно быть их более чем 800. Если мы говорим об истории данного изучения, было описано в конце 19 века. Вот Фабрия описал 13-летнего мальчика с надулярной пурпулой и последующей за ней альбименурией. Он классифицировал данные симптомы как вариант диффузной ангиокератомы. И в том же году Андерсон описал 39-летнего мужчину с ангиокератомой, протеинурией, деформациями пальцев рук, варикозным расширением вен и лимфоотеком. Также он предположил наличие мультисистемного заболевания. И вот у нас есть более распространенное название как болезнь Фабрии, а другой его вариант названия болезнь Андерсона Фабрии. Клиническая картина болезни Фабрии у нас обусловлена имитациями в гене GL, который расположен на длинном плече X-хромосомы и кодирующий фермент альфа-галаксазидаза А, механизм наследия, сцепленный с полом. Мужчины, обладатели одной дефектной X-хромосомы с классическим фенотипом болезни, Фабрии по законам генетики способны передать мутантную хромосому только своим дочерям. Женщины гетерозиготные, то есть они имеют одну нормальную, одну дефектную хромосому, и вот по законам Менделяя они передают мутантный ген половине своих потомков. При этом течение болезни у женщин отличается умеренно выраженным характером с более поздним началом, медленным прогрессированием и наличием легких клиникопатологических изменений. Тем не менее, ряд исследований показал наличие признаков тяжелого течения болезни и у гетерозиготных женщин. При этом механизм, посредством которого у гетерозиготных женщин развиваются клинические симптомы болезни Фабрии, пока до конца неизвестен. Вот наследственная модель, на данном слайде мы ее видим. Опять же, больные мужчины передают болезнь только своим дочерям, но не передают сыновьям. Первичным патогенетическим звеном болезни Фабрии является дефицит альфа-галактозидоза, который в норме отщепляет терминальный остаток альфа-галактоза, или сахаридной цепи нейтральной гликосфинголипидом. И вот недостаточность фермента приводит к накоплению в лизособах церамид-гексазида и дигогалактоз-церамида. И считаю, что во многих органах, таких как сосудистые эндотели мышц и почки, депонирование гликосфинголипида вызывает повышенным уровнем циркулирующих липидов. В нервной системе также происходит накопление ЖБ3 через проницаемый гематоэнцефалический барьер. Если мы говорим о классификации, то выделяют две формы болезни. Классическую и атипичную, для которой характерны позднее начало, изолированное поражение головного мозга, сердца и почек. В англоязычной литературе также мы встречаем термин, такой как женский вариант развития болезни. Первые симптомы обычно проявляются у нас в подростковом возрасте. В большинстве случаев у мужчин заболевание более тяжело протекает. У женщин первые симптомы появляются на 5-10 лет позднее, чем у мужчин. Такие пациенты имеют более высокий риск смертельного исхода от почечных, сердечно-сосудистых и церебровоскулярных осложнений. Каковы же клинические проявления болезни фабри у детей? Это периферические нейропатии у 70% пациентов. Желудочно-кишечные нарушения, ангиокератомы, гипогидроз, помутнение роговицы, усталость, задержка роста, психологические особенности, определенные нарушения со стороны сердечной системы, со стороны почек, потеря слуха. Клинические проявления различных возрастов. Если мы говорим о детях и подростках до 16 лет, то мы наблюдаем макропарастезии, ангиокератомы, поражение органа зрения, особенно помутнение роговицы. Несколько позже мы будем об этом подробнее говорить. Нарушение слуха, неспецифические нарушения функции кишечники, утомляемость. В возрасте 17-30 лет мы видим уже более распространенные ангиокератомы, протеинурию, отеки, лихорадки, гипо- или ангидроз, чувствительность к теплу, диарею, боль в животе. И уже пациентов старше 30 лет мы наблюдаем поражение сердца, нарушение функции почек и инсульты, либо же транзиторные ишемические атаки. Вероятные неверные диагнозы, под какими же масками скрывается это заболевание, какие диагнозы ставят таким пациентам. Рассеянный скроз, ревматоидный или ювенильный артрит, синдром Рено, коррадит, различные аутоиммунные заболевания. Очень часто такие дети лечатся у психиатров. Ранние клинические симптомы заболевания. Превалирует здесь нейропатическая боль, несколько реже встречаются гастроэнтестинальные, либо же кожные синдромы. В 70% случаев характерны выраженные и изнуряющие нейропатические боли, которые могут быть хроническими или острыми, так называемые кризы фабри. Мучительные и жгучие боли, которые больные ощущают преимущественно в ладонях и подошвах стоп, эрадирующие в максимальные отделы конечностей. Возникают они при перемене погоды или хорадке. Может усугубляться болевой синдром при физической нагрузке и стрессе. В ради случаев описано снижение температурной чувствительности. Иногда необходима дифдиагностика с травматическими болями здесь. И очень часто боли могут эрегировать в мышцу или в область живота. Иметь острый колющий характер, даже имитируя картину острого аппендицита. Плохо поддается как у либо медикаментозная коррекция, даже наркотические анальгетики эту боль не купируют. Иногда они настолько изнурительны и мучительны, что даже приводят к суицидальным попыткам. Другими проявлениями нейропатии тонких волокон являются нарушение моторики, ЖКТ, гипогидроз, нарушение продукции слюны, нарушение церебровоскулярного кровотока и снижение ортостатического сердечно-сосудистого контроля. Достаточно часто, 27% случаев у пациентов в молодом возрасте мы наблюдаем и ишемические инсульты, и транзиторные ишемические атаки. Что обусловлено накоплением ЖБ3 в церебральных сосудах и изменением локального кровотока. Кожные проявления ангиокератомы встречаются у более чем 60% больных мужчин, 36% женщин. Это красноватый с фиолетовым оттенком высыпания на коже, который не бледнеет при надавливании, варьирует по диаметру от точечных размеров до 5 мм. Типичная локализация здесь является пупок, область бедра. Характерны также телеангиоктазии, то есть на участках кожи, которые подвергаются солнечному воздействию, это лицо и шея. Ранним симптомом поражения почек является микроальбинурия. При развернутой стадии болезни фабрии мы облюдаем уже макроальбинурию. Возможно обнаружение в моче ЖБ3, но не при классическом варианте болезни фабрии у мужчин или классическом у женщин он также может отсутствовать. Недавно исследования также показали, что у пациентов с болезнью фабрии могут возникать и кисты в почках, которые располагаются вокруг почечных лоханок. Обратите внимание, вторичное поражение почек девочке 11 лет. Мы видим утолщение стенки артерии за счет гиалиноподобной массы. Девочка 14 лет, где мы видим фокальный сегментальный грумировал склероз. Частым симптомом при болезни фабрии являются поражения сердца в результате структурных и функциональных изменений в миокарде, проводящей системы и клапанах сердца. Дебют заболевания может проявляться различными сердечными симптомами, стенокардия, болевым синдромом в области сердца, учащенным сердцебоением и синкопальными состояниями. Клиническая симптоматика у сердечной системы преимущественно обусловлена развитием прогрессирующей гипертрофической кардиомиопатии. Практически у всех мужчин с классической формой болезни фабрии гипертрофическая кардиомиопатия развивается к 30 годам, а у женщин к 40 годам. А выраженность ее зависит от возраста и остаточной активности альфа-галактозидазы. Для офтальмологических нарушений патагномичным является мутовчатое поражение роговицы, которое встречается у большинства пациентов. Оно представляет собой билатеральные изменения по типу пучка листьев или цветков на конце стебля, которые расположены в поверхностном слое радужки. Вот мы наблюдаем два характерных типа помутения хрусталек. Это двухсторонняя передняя капсулярная или подкапсулярная катаракта. А также вот так называемая катаракта фабри. Очень специфично она имеет пропеллероподобное распределение с радиальным распространением. У некоторых пациентов отмечается повышенная извитость сосудов, конъективы. Отложение гликосфинголипидов находят в эндотелиальных клетках, перицитах, гладкомышечных клетках сосудистой оболочки. Вот на поздних стадиях заболевания появляется отек вверх. У большинства пациентов с болезнью фабри наблюдается прогрессирующее снижение слуга. Чаще развивается нейросенсорная тугоухость. В некоторых случаях она сочетается с кондуктивной. У 50-70 пациентов мы наблюдаем желудочно-кишечные расстройства. Это диарея, это снижение перистальтики кишечника. Патогенез этих нарушений остается до конца не выясненным. Однако одним из механизмов считается накопление GB3 в нейронах подслизистых мышечных нервных сплетений, которое приводит к тонкокишечной нейропатии. Обструкция верхних дыхательных путей является поздным осложнением болезни фабри и может быть очень тяжелой. Естественно, более ярко выражена она у пожилых пациентов. Если мы говорим о других проявлениях данного заболевания, то у многих гемизиготных мужчин выявлена задержка полового развития и скудное оволосение на лице и теле. В некоторых семьях болезнь симулирует симптомы акромегалии. Это разрастание мягких тканей, выступающая нижняя челюсть и лобные бугуры, запавшая переносица. Большинство таких пациентов имеют мышечно-скелетные аномалии. Также мы встречаем гипотириоз и остеопению. Продолжительность жизни по данным регистра, он такой наличествует, порядка 1200 пациентов по всему миру в него включено. Мы видим, что фатальным для таких пациентов, как правило, является 4-5 десятилетие жизни. Если мы говорим о проявлении заболевания гетерозигод пациентов женского пола, то у большинства симптоматика не выявляется в течение всей жизни с нормальной ее продолжительностью. У некоторых симптомы заболевания манифестируют уже в более позднем возрасте. В 30% случаев от ангиокератомы, несколько реже акропарастезии, у 70% помутнение роговицы и хрусталика. Диагностика болезни Фабри. Хотя первые симптомы болезни проявляются в детском возрасте, то диагноз, как правило, устанавливают позже. Это связано со сложностью диагностики, возможно, с недостаточной осведомленностью врачей о данном заболевании. Обратите внимание, статистика по Соединенным Штатам Америки. До постановки диагноза пациент посещает до 9 специалистов, а время от первых симптомов до постановки диагноза составляет 15 лет. Для постановки правильного диагноза нам необходимо участие нескольких специалистов, то есть мультидисциплинарной бригады. При подозрении на болезнь Фабри это, естественно, определение активности альфа-галактозидаза, ферментной активности в лейкоцитах, ну и молекулярно-генетический анализ. Вот измерение ферментативной активности альфа-галактозидаза, энзима в лейкоцитах является золотым стандартом диагностики болезни Фабри у мужчин. У женщин ее активность может оставаться в пределах нормы, и при подозрении на данное заболевание для подтверждения диагноза необходимо проведение молекулярно-генетического анализа. Подтверждение диагноза одного пациента позволяет выявить в среднем 5 пациентов с болезнью Фабри в этой же семье, поэтому существенную роль играет тщательный сбор анамнеза и составление родословной. Подтверждение диагноза основывается на скрининге по методу сухого пятна, а диагностика по цельной крови, которая проводится в центре орфанных заболеваний в городе Киеве. Основанием для окончательного установления диагноза и установки на лечение является исключительно ДНК-диагностика. Диагностика болезни Фабри хочу отметить бесплатно для пациента. Для подтверждения компания Сенофиджензайм обеспечивает пациента лечение за счет собственной гуманитарной программы до начала государственных закупок. Она абсолютно бесплатна, но тем не менее на сегодняшний день, по данным наших коллег из компании Сенофиджензайм, только 2 человека получают. Значительное число пациентов с одним из ведущих клинических симптомов Фабри могут быть идентифицированы с помощью скрининга. В каких случаях мы должны обращать усиленное внимание? Это группа пациентов с трансплантацией почек, гипертрофия миокарда левого желудочка, особенно это лица, которые перенесли инсульт в молодом возрасте. Лечение болезни Фабри может быть симптоматическим, которое включается обезболивающие препараты, гипотензивную терапию, трансплантация почек, прием антидепрессантов и патогенетическая терапия. Это фермент-заместительная терапия препаратом Фабразим, естественно, которое должно начинаться на более ранних этапах. Если мы говорим об этом препарате, то назначается он только с пациентов с подтвержденным диагнозом болезни Фабри. Инфузии мы совершаем каждые 2 недели. Перепарат не проникает через гематоэнцефалический барьер. Рекомендуемая доза составляет 1 мг на кг веса каждые 2 недели. Начальная скорость инфузии 0,25 мг в минуту, которая может постепенно повышаться в зависимости от ее переносимости пациентом. Ну и суммируя все выше изложенные, хотелось бы сказать о том, что болезнь Фабри это прогрессирующее, мультиорганное, жизнеугрожающее состояние, которое встречается как и у мужчин, так и у женщин, однако же редко диагностируемая. У женщин болезнь может протекать не менее тяжело, чем у мужчин. При диагностическом поиске мы должны особое внимание уделять пациентам с почечной недостаточностью, гипертрофия миокарда левого желудочка, неизвестные этиологии, криптогенным инсультом, нейропатических болях, особенно отягощенный семейный анамнез. Наиболее специфичными симптомами здесь являются ангиокератома и помутнение роговицы. Ранняя диагностика и раннее начало терапии критична для достижения терапевтических целей и замедления прогрессирования заболевания. А раннее начало терапии обеспечивает наилучший клинический исход и может предотвращать повреждения органов. Я благодарю вас за внимание.